Без слонов никуда, говорят члены династии Корниловых. Эти гиганты стали неотъемлемой частью цирковой семьи. В аттракционе «Карнавал слонов» принимают участие четверо любимцев. Все они девочки. Самая старшая Ранга, ей 54 года. Две подружки Герда и Претти, им немного за 20. И самая юная участница уникального проекта российского цирка, звезда Марго. Талантливую пятилетнюю малышку не так давно привезли из Китая. Некоторые трюки этих животных выполнены и с невероятным чувством баланса, ритма и грациозности, занесены в книгу рекордов Гиннесса. Каждое следующее действие, последующее, это сюрприз. То есть это буря эмоций и совершенно неожиданные повороты сюжета. И ребенок никогда не будет спрашивать своего родителя, мама, ну когда же будут слоны? То есть слоны будут периодически, но в самых неожиданных вариантах. Чудеса мастерства слонихи демонстрируют вместе со своим дрессировщиком Андреем Дементьевым Корниловым, представителем легендарной династии в четвертом поколении. Для своих зрителей он постоянно ищет новые варианты аттракционов. Это наша обязанность постоянно удивлять людей, которые приходят. И есть такое, наверное, негласное правило. Мы объезжаем в течение трех лет всю страну нашу, все цирки, которые существуют. И уже в следующий заход мы обязательно делаем что-то новое. Карнавал слонов создавали лучшие режиссеры, балетмейстеры, в том числе Алла Духова, художники и стилисты. Кстати, для индийского шоу в стиле бразильского карнавала привезли 10 фурдекораций. Веселить же аудиторию будут клоуны из московского театра «Гриммасса». Правда, Павел говорит, что в Сочи он приехал загореть. Поэтому обещает встречи со зрителями не только в цирке, но и на улицах города. В завершение артисты признались, что приобрели еще одного годовалого слона и теперь ищут настоящий дом для слонов. Рассматривают для этих целей и полюбившийся город Сочи. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.